Отдыхая на дачу мангала или пропалывая грядки, всегда закрывайте на замок ваш садовый домик. Иначе рискуете лишиться ценных вещей. В последнее время вора осмелели и грабят дачные постройки, несмотря на присутствие на участке хозяев. Как правило, просто проходят, видят, как собственник на участке работает, заходят в домик. Даже если его хозяева там в месте преступления застанут, извините, я водички хотел попить. Простите, пожалуйста, я заблудился, не туда зашел. Такое у нас часто практиковалось, такое бывало. И, как правило, граждане даже потом, ну, может быть, он уже и совершил кражу, то есть на выходе его поймали, но досматривать его никто не будет. Как бы извините, простите, уходят, кошелек, естественно, выкидывают, денежные средства только забирают. Чаще всего с огородных участков злоумышленники похищают садовую технику, личные вещи, продукты питания, электроинструменты. Пользуются спросом у преступников черный и цветной металл, строительные материалы. Нередко на дачные участки заходят и наркоманы. Ходят по садовым участкам в поисках наркотических средств, различных, той же марихуаны, дикорастущей. В основном эти лица, они все как бы наркоманы, как правило. То есть там нету таких, кто закончил высшее удивное заведение в ВДР. Все, естественно, из числа, скажем так, неблагополучных, все вот именно, вот они эти денежные средства и впоследствии на наркотики как бы... Сотрудники полиции рекомендуют владельцам дачных участков быть внимательнее, выпалывать подозрительные растения, всегда закрывать домики и сараи. Наиболее эффективной защитой станет установка сигнализации. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.